Добрый день, с вами снова Черное и Белое, у нас в гостях Пата Чченидзе. Пата, я вас пригласил сегодня, чтобы поговорить о Тачо. Недавно Международный валютный фонд выпустил свой доклад, согласно которому в Грузии в этом году снизится экономический рост с 5% до 2%. Такой момент, хорошо, они сказали, что снизился до 2% экономический рост, а для населения что это? Для населения? Ну, во-первых, самому населению хотелось бы напомнить, что наш премьер-министр Горибашвили обещал 5% рост нам. Это февральское его заявление? Да, 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 конечно, февральское. Как отразиться на наших гражданах, это на них уже отразилось. Они уже это прекрасно прочувствовали. Вы сами, наверное, знаете, потому что общаетесь с нашим населением. Все недовольны? А вы довольны? Нет, нет, безусловно. Я не могу быть довольны. Я не могу быть довольны, когда растут цен. Даже просто на продукты питания. То есть, например, что вы покупаете? Картошку, хлеб, молоко? Пожалуйста, обычный пакет. Молоко, не знаю, там, сосиски, тот же хлеб. Ну, продукты питания, понимаете? И дело в том, что какие-то продукты питания, не какие-то, а очень много чего мы импортируем. И за этот импорт, импорт, мы расплачиваемся доллар. Понимаете? Ну, я, естественно, делаю, что не другое, что за это расплачиваемся. Да, и от этого цены, сами понимаете, растут. То есть, вы теперь платите больше, допустим, не лари, а лар 30 за что-то? Да, да, я плачу больше не лари, а лар 30. Ну, и вообще, вот, если посмотрите, я за последнее время ни одного довольного человека не встретил. Даже среди работающих, много работающих людей. Понимаете? Как тут выражается в Грузии, все встало. Все встало. Только они еще не понимают, что не то, что встало, а откатывается назад. Хорошо. Один такой момент. Порой цены растут из-за того, что слишком много продуктов и слишком много покупателей. Вот, скажите, стало ли больше покупателей в Грузии? Наоборот. Покупателей теперь нету. Покупателей теперь нету. Даже, ну, давайте возьмем элементарно, да? Заводятся какие-то стройматериалы. Да? Что вам интересно? Да. Строить любят? Строить любят, но стройки остановлены. Стройки остановлены, стройматериалы не продаются. Строиматериалы не продаются, рабочие сидят без работы. А, рабочие сидят без работы? Да. И человек, который заводит эти стройматериалы, он тоже в убытке. Скажите, а почему вдруг остановились стройки и почему так резко ларит? Понимаете? Ну, много факторов. Сам инвестиционный климат ухудшается. Ухудшается, в бизнес-сфере нету стабильности. Люди, люди с деньгами, инвесторы, они не чувствуют в этой стране стабильности. Они раньше были какие-то правила игры. И человек, приезжающий сюда с деньгами, он знал по каким правилам он должен играть. И все было нормально. Теперь этих правил просто не существует. То есть нету стабильности. Бизнесмены, люди умные и очень пугливые. Один момент. Если мы говорим в отсутствии правил игры, что имеется в виду? То, что кто-то придет, а то жмет бизнес? Или то, что государство поменяет законы и в результате человек просто не сможет? Да. Понимаешь, бесславно. Действительно, это правительство меняет какие-то законы. Они вводят регуляции. Даже начнем вот с самого первого, с ужесточения визового режима. Вы прекрасно знаете, что на протяжении шести месяцев иностранец может находиться из шести месяцев только три на территории Грузии. Ну и хорошо это же сделано для того, чтобы предотвратить трафикинг и нелегальную проституцию, насколько я знаю. То есть вы говорите, что прекрасно то, что будет уменьшаться количество визитеров в нашу страну. Оно будет уменьшаться? Почему оно уже уменьшаться? Ну, во-первых, оно будет уменьшаться потому, что люди, которые хотят работать в Грузии, которые хотят работать с Грузией, не могут находиться здесь больше трех месяцев. А, то есть вы имеете ввиду, что не туристы и не те, кто приехали сюда нелегально, а именно те, кто приехали потратить здесь деньги, что-то заработать. Которые приехали вложить деньги в нашу экономику, которые приехали вложить в валюту в нашу экономику. То есть им тоже не слишком много дадут задержаться и не нужно им будет учиться с ним? Да, естественно. Им просто... У них отняли возможность работать в Грузии. Как следствие, мы получаем отток инвестиций. Да, в принципе, я бы тоже... Хорошо, а на этих инвестициях, которые сюда вкладывались, много ли людей работало на иностранцев? Конечно, конечно. Ну, вы сами понимаете, что вы сами видели раньше, сколько иностранных бизнесменов сюда приезжало. Начнем просто с элементарнейшего. С элементарнейшего. Они арендовали офис. Это сумма денег, которая идет в карман нашему гражданину. Они нанимали работников. Возьмем самое элементарное. У них работала в офисе уборщица. И это тоже была гражданка Грузии. На них работала переводчица. Это тоже была гражданка Грузии. Теперь этот бизнесмен, он уехал. Он здесь не работает. Он больше не вносит в свою палику налога. И многие люди остались без работы. Это, конечно, печально. Скажи, вы говорили о росте доллара. Да. Многие аналитики это связывают с тем, что упал курс рубля в России из-за санкций. И поэтому в Грузии меньше переводов из России. Да. Рост доллара связан с тем, что сама масса долларов уменьшилась в нашей стране. И это и переводы из других стран, не только из России, из Украины. не знаю, из всех стран СНГ. В эти периоды, этот поток уменьшился. И это был валютный поток. Слушайте, все-таки вы относите больше падение доллара, падение лари за счет того, что уменьшилось количество переводов из России из других стран или все-таки из-за инвестиционного климата? Нет. Ну, естественно, во-первых, это ухудшение именно инвестиционного климата. Потому что люди, которые инвестируют эти инвестиции, они приходят в валюте. Это, я думаю, первая статья. Вы не знаете, на какую сумму уменьшилось количество переводов из России? Ну, сегодня я просматривал где-то примерно 100 миллионов. 100 миллионов? Да. 100 миллионов в год. Да. В принципе, я предположил, что это уменьшилось бы на Агана по 3 пункта курс лари. Если бы переводы из России были бы основной причиной, то скорее всего на 1-2 пункта. Нет, естественно, это одна из причин, что уменьшился объем инвестиций, объем перевода. Но важнейший фактор тут, я думаю, все-таки инвестиционный климат испортится. Мы не получаем ту массу валюты, которая нам в стране нужна. Туристов тоже, кстати, стало меньше приезжать. Это тоже поток валюты. А импортную продукцию мы обязаны покупать на валюте, так получается, что валюта из нашей страны уходит, но заходить она стала меньше. Уходит валюта, что это значит? Ну, понимаете, мы же покупаем какие-то импортные товары, мы же за нее не платим в ларе, мы платим за нее в валюте, за этот товар мы платим в валюте. А валюты у нас становится меньше, а туда мы их отдаем столько. То есть за счет бегства инвесторов поменьшилось балабаланс? Да, 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 конечно. И это и бегство инвесторов, это и уменьшение потока туристов, это уменьшение просто визитеров в нашу страну. Хорошо, а вот такой момент. Сейчас Международный валютный фонд в своем докладе рекомендует ужесточить монетарную политику. Как вы считаете, за счет чего возможно ужесточить монетарную политику? Очень просто, правительство должно сократить свои личные расходы. Вы имеете в виду и зарплаты, и вы сами помните, какие бонусы они себе назначали непонятно за что, за невыполненные обещания. То есть вы считаете, что то, что они себе платят повышенную зарплату, давайте сразу скажем, что бонусы это не зарплата, а это премия? Это премия, но за что? Просто не за что. Скажите, на самом деле, на мой взгляд, у нас есть бюджет, да? Да. В бюджете определенное количество денег. Хорошо, их не потратили на чиновников, потратили на что-то другое. Это же тоже, Ларри, насколько ситуация все-таки изменится? Ну, понимаете, это, по-моему, первейшее, что надо делать, когда экономическая ситуация в стране ухудшается. Надо немного затянуть ремни. Во-первых, правительство. Скажите, вот вы себя позиционируете как приверженец либертарианской теории? Да, да. На ваш взгляд, либертарианцы, что следовало бы сделать, чтобы улучшить ситуацию? Ну, во-первых, убрать вот эти вот все ненужные регуляции. Начать с этого ненужной регуляции визового режима. Надо сделать, как было это раньше. Это, во-первых. Во-вторых, нужно вообще отметить НДС. НДС? Да. Налог на добавление стоит? Да, да. Нужно чуть-чуть дать вздохнуть предпринимателям. И потребителям, наверное, тоже. Ну, естественно. Потому что этот НДС, он на потребителях тоже, не тоже, а, наверное, в большей степени влияет на цену конечного продукта. Скажите, пожалуйста, а насколько рекомендация Евросоюза о реформе судебной системы, как вы считаете, насколько это было бы стабилизирующим фактором и насколько это помогло бы улучшить бизнес инвестиционного и шереду в Грузии? Ислам, безусловно, помогло бы, безусловно, понимаете, мы должны опять вернуться к той стабильности, которая у нас была, которая у нас была. Понимаете? Потому что люди не понимают правил игры. Человек, не понимающий правил игры, не будет вкладывать свои деньги в нашу экономику. То есть вы считаете, что люди не верят в то, что суд может защитить их бизнесные интересы? Вы знаете, в чем дело, Беслан? Да, в последнее время это сомнительное. Это стало сомнительным. А как мы можем правосудие доказать, что оно все-таки правое судие, справедливое? Вы знаете, правосудие, как оно может доказать? Все же, все идет сверху, понимаете? Все идет сверху. Пока у власти будут популисты, страна будет откатываться назад. У нас власти популисты. Ну, вы помните их предвыборные обещания? Ну, в принципе, я, кстати, помню, хорошо, что понизить стоимость электроэнергии, газа, бензина, отменить выплату по ипотекам. Прекрасно, да? Это просто рай какой-то, да? А что было бы неплохо? Было бы неплохо, скажите, это реально? Я, я понимаете, да, я... Мое дело задавать вопрос. Я понял, да. Понимаете, в чем дело, что это, ну, каждый нормальный человек понимает, что это просто нереально, да? Но пока народ не поймет этого, что нельзя верить в нереальные обещания, мы будем откатываться назад. Спасибо большое за беседу. Сегодня в гостях у нас был... Спасибо, Владислав. Сегодня у нас в гостях был Парата Чиченидзе. Буду рад снова видеть вас у нас. Я тоже был очень рад вас присутствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ага. Продолжение следует...